Предоставлена возможность выступить и хотелось бы отметить, что злокачественную опухоль слюных желез и ультразвуковая диагностика может предоставить какой-то диагностический ряд только при ультразвуковой диагностике больших слюных желез. Но это чаще всего поражающая локализация, это окраушные железы, это челюстные слюные железы и это язычные железы. Основным симптомом увеличения размера слюных желез, когда мы направляем к нам пациентов, это очень гендерный ряд, который включает воспалительные процессы, кистозные, гнойные и врожденные аномалии, увеличенные лимфатические узлы и крайне важно определить, является ли это процесс опухолевым или нет. Как уже говорил предыдущий докладчик, опухолевые процессы очень гендерная группа. И, как правило, мы можем определить, чаще встречаются плеомофтные аденомы, визуализировать это именно карциномы в плеомофтной аденоме, и опухоль аденолимфома, и, конечно, ряд злокачественных карцином. Мультипарметрическое ультразвуковое исследование проводится, как правило, на первичном этапе, как я уже говорила, это выявляется образование. Мы можем при ультразвуковой диагностике также помочь наведению при биопсии. Очень важна динамика наблюдения как над операционным, так и на этапе лечения за этими образованиями. Конечно, магнитная резонотомография и компьютерная термография – это стандартный метод, это перспективный метод, но повышенное облучение, иногда артефакты движения мешают уточнить локализацию и узловое образование, каким оно является типом. В алгоритм мультипарметрического исследования сейчас уже входит стандартный B-режим, это режим доплеровских характеристик, энергетический режим, который определяет микровоскулизацию. И как дополнительные методы в рутину вошли во многих центрах, это эластография, как компрессионная, так и сдвигаемая волна. Контрастное усиленное ультразвуковое исследование позволило нам в течение трех лет использовать его и выявить определенные критерии диагностики ультразвуковой. Также, как я уже говорил, УЗИ-навигация, биопсия непальпирных узлов и также возможность в реальном времени использовать ультразвуковую аппаратуру в операционных. В B-режиме используются два типа датчиков, это датчики секторного типа глубокого визуализации и линейные датчики, как мы видим на слайде, гипоэхогенно образовая в нижней части слайда, которые визуализируются как гипоэхогенное образование, но включение датчика более глубокого расположения мы видим, что это кистозное образование с определенным включением, которое требует биопсии. Крайне важна форма, контур, структура и эхогенность образования, но самое главное для наших хирургов это локализация процесса. Для доброкачественных изменений, как правило, это правильная форма, четкий ровный контур, иногда дольчатый, однородная структура, допустимая кистовидная и снижение эхогенности. Когда мы видим уже неопределенный контур, нечеткий, не ровный, гетрохиогенные и кольцевидные включения, конечно, мы высказываем о злокачественности процесса. То, что я говорила о локализации, это удаленность от кожи, толщина подкожно-жировой клетчатки, отдаленность от капсулы, прорастание, выбухание за пределы органа. Глоточный отросток визуализируется только глубоким секторным датчиком от 3 до 5 Гц. И также прерывание врастания в окружающие мышцы, кивательные, жевательные, дубрюшные и составному отростку и магистральным сосудам. Здесь видно примеры, которые я хотела бы привести, что в принципе ультразвуковая диагностика при отсутствии магнитно-рязвенности на некоторых центрах нет. Этой возможности визуализации все-таки может помочь нашим хирургам правильно указать опухоль и правильно ответить на вопросы, где она находится. Также это же видно на следующем слайде, где определяются рядом сосуды и суставной отросток нижней челюсти. Что может помочь в эскурализации? Конечно, определение микроциркуляции очень важно. То есть если архитектоника образования не нарушена, если сосуды не расширены и есть эскурализация достаточно не хаотичная, то мы можем предположить все-таки доброкаченость процесса, что и в прошлом веке, и в этом диапазоне мы определяли при данном доплеровском картировании. Эластография вошла в рутинный метод. Это принятый за стандарт уже метод. Применяется для поверхностно-лежащих органов, основан на методе Юинга определения жесткости ткани. Как правило, был определен для молочной железы, но сейчас и применяется и в других локализациях. Чувствительность метода, иногда некоторые авторы обладают, что это 100%, специфичность достаточно низкая. Потому что очень сложно все-таки на основе этого метода определить злокаченость и доброкаченость процесса, но все отмечают хорошую пульмастическую ценность данного метода. Компрессионная эластография, конечно, как я уже говорила, имеет определенные ограничения. Это зоны некрозы, геморрагия, глубина расположения, кальцинат, опусы. И где-то мы определили коэффициент жесткости, который также может определять возможность диагностики. Диагностики это около трех, которые более визуализируют и на ряде статей мы видим, что эластография сдвигаемой волны при определении количественного и качественного анализа. Специфичность и чувствительность этой методики достаточно высока. И даже ряд авторов употребляет, что есть достоверные различия плеоморной опухоли с различием с аденолимфомой. Не разрешите представить несколько случаев. Это ребенок четырех лет, визуализируется узловое образование, увидели, что есть какое-то образование в правой окрошной железе. Такого неодноровной гетерохогенной структуры с большим количеством сосудов увеличен, но при этом достаточно мягкий эластотип и достаточно низкий коэффициент жесткости. При цитологическом исследовании это эмангиолимфома. Также еще один пример. Мы видим нечеткий нейронный отчерченный узел в слюной железе, достаточно маленький, но видим, что достаточно высокая вокруг него сосудистая сесть. И был болевой синдром в анамнезе. Эластичное по сравнению с тканью железы образование было также по выполнению МРТ. И это было расценено как при пункционном исследовании воспалительные изменения. И дама 87 лет, долгое время пальпировалось образование, наблюдение в течение 10 лет. Мы видим четко очерченное гипохогенное образование в центре слюной железы с архитектоникой достаточно хорошей сосудов смешанного типа. Достаточно эластичное, как мы видим на эластограмме. И при пункционной биопсии это плеоморфная аденома. Дама наблюдается до сих пор, потому что мы видим 87 лет. Операция более не проводилась. Что касается контрастно-усиленного троскового исследования. Оно пошло к нам в 2016-2017 годах. Мы использовали и пытались применить именно исследование образования слюной железы. Как и ряд авторов, которые достаточно четко определяют, что мы можем что-то сделать и визуализировать доброкачественность и злокачественность процесса. Это определяется сосудистый тип нарушения воскурилизации. И контрастирование медным раннее и позднее по времени. И динамика вымывания контраста можно определить также на кинетических кривых. Ряд авторов высказывается, что, конечно, сочетание и базовых методик, и компрессионной эластографии, и сочетание с контрастно-усиленным исследованием увеличивает чувствительность и специфичность метода в разы от 77 до 98%. Когда применяются контрасты, когда мы не можем при почве недостаточно провести компьютерную томографию, когда у человека есть какие-то металлические изменения в структуре тела или, конечно, хроустрофобия. Паттерны контрастирования были характерны для доброкачественных типов, кольцевидные или однородное заполнение контрастов, и артериальную фазу или венозную фазу при пограничных типах контрастирования, при раках это были уже неоднородные заполнения контрастов. И хотелось бы привести ряд примеров. Дама определялась, пальпировалось образование в 6-й зоне, болезненно смещаемое, мы видим гипохоген образование с восклюзацией по периферии, достаточно эластотип низкий, 2, с низким коэффициентом жесткости, и введение в артериальную и венозную фазу, мы видим незаполнение контрастом данного образования. Что и подтвердилось при магнитном резонансе антомографии, цитологически это киста с густым содержанием дырмойны. И еще один пример. Женщины 50 лет, пальпировано образование, появился умеренный рост, появление боли, достаточно жесткие эластотипы, как компрессионные, так и при компрессионные, и эгостриговые волны с высокими коэффициентами жесткости, введение контраста в артериальную и венозную фазу, мы видим заполнение его быстрым и с достаточно быстрым выведением, что также это образование было проведено, его нетрезонансное исследование, и эстологические экоциномы в полиморфной аденомике, злокачественная смешанная опухоль. И еще несколько примеров. Это быстросущее образование, 64 года пациентки. Мы видим гипохогенное с достаточно вариабельным типом жесткости, артериальную фазу заполнения контрастом неоднородно, с неоднородно-кинетическими кривыми, было выполнено магниторезонансное исследование, что и подтвердило кистологический оценоподобный рак. И, конечно, еще применение достаточно хорошо, когда мы видим какие-то неизменения в послеоперационном рубце, уже после операции, когда идет рутинное ультразвуковое наблюдение. Мы видим очаг низкой эхогенности, повышенной воскоррелизации, достаточно высоким типом жесткости и высоким коэффициентом реластографии. Но при введении контраста мы видим, что этот участок не заполняется контрастом. И проведение, и вот выполнено было тоже магниторезонансное исследование, это просто изменение в руце, и был отвергнут диагноз рецидива. И хотелось бы отметить, что место ультразвукового исследования больших слюных желез, а также включающих в себя региональных лимфатических узлов, определено на первичной этапе диагностики и, конечно, очень хорошо в перединамическом послеоперационном наблюдении. Сочетание всех современных методик, это эластография и контрастного УЗИ, обладает уже большей диагностической специфичностью по отношению к образованию околошной железы по сравнению с предыдущими режимами В и режимами доплерографии. Специфичность может усиленно быть при случае подозрения на рак, конечно, с тонкоигольной биопсией. И сейчас есть методики, когда мы вводим контраст, и можно определить зону наиболее лучшей диагностической биопсии. И дальнейшее улучшение доступа операционной методики, конечно, и именно сочетание методик ультразвуковой диагностики с сочетанием мультимодальным подходом с магнитно-резонансной КТ-диагностикой или уточнением распространения процесса. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.